Сроки поджимают, а где-то работы даже не начались. Чебоксарские депутаты побывали в столичных дворах и увидели своими глазами, как благоустраиваются придомовые территории. С ходом реализации программы по формированию современной городской среды ознакомилась и наша съемочная группа. Поросль не убрана, а освещений и асфальтовых дорожек пока нет. Нет и самого сквера во дворе домов по улицам Эльгера и Ахазова. Сквер нам очень здесь нужен, потому что у нас здесь очень много детей, и тут мы все гуляем. Убещали нам его в августе, убещали в сентябре, вот уже октябрь наступает, а итога нет. Мы очень хотим, чтобы сделали побыстрее. Есть у этого сквера еще одна очень важная задача. Здесь должна пройти дорожка к 45-й школе, ведь сейчас дети к месту учебы добираются со стороны проезжей части. Там у нас должна была пройти дорожка вдоль 45-й школы, которую каким-то образом, минуя депутатский корпус, убрали. Поэтому над этим тоже будем работать, и я очень буду стараться и биться за то, чтобы в этом году дорожка, данные подъездные пути, скажем так, для школьников к месту учебы, они обязательно были. Также во дворах идет ремонт тротуара, площадок перед подъездами и парковок. Сами жильцы вложили в благоустройство почти 100 тысяч, а это 3% от всего бюджета проекта. Горожане постоянно следят за ходом ремонтных работ. Накопились у них и вопросы по некоторым недочетам. Вот и поребриков не хватает, и бордюров не хватает, ничего много чего не хватает. Вот эту дорожку, почему вот здесь делают такие люди, у нас машины могут заезжать. Почему они неровно делают? Посмотрите, вот по этой дороге может машина заехать туда. Вот у нас на нашем подъезде, вон там лежит, такая выемка, вот я думаю, чтобы они там выровняли, очень хочется. Депутаты подчеркнули, в кратчайшие сроки все недочеты должны быть устранены, а ситуацию по этой придомовой территории они будут держать на особом контроле. А вот во дворах домов по улице Гузовского скоро появятся новые бордюры, которых жители ждут уже много лет. Бордюры не было вообще. Разбитый, втопленный. Тротуар был узкий, и уклон был такой, что ходить было невозможно. Также во дворе домов планируют отремонтировать тротуары, проезжую часть, а также обустроить мусорную площадку. А вот с благоустройством этой территории не все так просто. Мешают гаражи, собственников которых пока не нашли. Сами же металлические ракушки должны быть снесены. Есть определенная процедура, по стечению которой мы сможем эти гаражи убрать. К сожалению, законодательство не позволяет приехать, вывезти, и на этом все закончится. После того, как мы отсюда все уберем, мы здесь благоустроим обязательно. Так не оставим. Оживают дворы домов и Пахивежская улица. Подрядчик обещает уже к концу сентября на этом месте новую современную экопарковку. В данное время производим работы по устройству экопарковки, дабы в асфальте производить по коммуникациям запрещено. Поэтому сейчас укладываем бордюры для дальнейшего обустройства парковки. Недочеты есть и на этом объекте. Так, освещения и зоны отдыха здесь пока еще нет. Однако подрядчик уверяет, все это рабочие моменты, и они решатся в ближайшее время. Депутаты отметили, строители от намеченного графика по срокам уже отстают на 20%. Но успеть до первого снега должны все. Анастасия Евгеньева, Владимир Синдеев, Вести, Чебоксара.